Сегодня я знал, что я буду говорить про Бориса Немцова и заранее решил посмотреть, какое же Евангелие полагается сегодня считать. Ну и, честно говоря, первые несколько секунд я был обескуражен. Казалось бы, что общего между этой бедной иерусалимской вдовой и мужчиной во цвете лет, бывшим политиком, бывшим руководителем, успешным человеком. Он всячески подчеркивал свою успешность. Казалось бы, что общего. Ну, если посмотреть на всю вот эту историю, то история-то она о чём? Это о тех людях, которые всё, что они имеют, все свои ресурсы, все свои какие-то силы, которые им Бог дал, которые они имеют, они всё это тратят на благое дело. И делают это дело, может быть, делом всей своей жизни. Человек, которого мы сегодня вспоминаем, Борис Ефимович Немцов, он был именно таким человеком. Он с молодых лет занимался политикой. Причём он как-то совершенно естественно начал ей заниматься, при том, что он имел намерение быть учёным, физиком. Ему, в общем-то, может быть, даже и чужды были изначально вот все эти социальные идеи, политические. Ну, потом он стал участвовать в экологическом движении, потом ему предложили губернаторство как вот такому молодому, грамотному, перспективному человеку. Вот мы знаем, что вот он действительно долгие годы возглавлял Нижегородскую область. Действительно, это были самые трудные годы, которые только можно было себе представить. Всякое, наверное, было там, может быть, были какие-то ошибки, но в целом вот действительно область стали называть Российским Детройтом. 200 храмов самых разных конфессий были возвращены церкви. Вот сейчас много говорится о его вере, о его каких-то там моральных качествах. Ну, в первую голову там вот все вот критики, противники, они личную жизнь ставят в главу угла. Ну, смотрите, как он жил там, он разводился там всё время, каким же он там был верующим человеком. Ну, действительно, наверное, у него не было какой-то вот, он не демонстрировал как-то в своей жизни какую-то глубокую религиозность. Но он при этом, как же известно, всё-таки считал себя православным по вероисповеданию. Это во-первых. А во-вторых, часто бывает так, что вот человек, может, не живёт какой-то жизнью внешне религиозной. Он, может быть, даже не молится. Но вместо молитв выступают его дела. Вот, собственно, его дела, его действия и следы этих дел, это и есть его молитва. Когда вот получилось так, что к власти пришли те, кто пришёл, Борис Ефимович, он ушёл от власти. Хотя он, наверное, мог бы там интегрироваться, как-то зацепиться, но он не мог идти против своей совести. Он стал оппозиционным политиком и, в общем-то, своим долгом поставил всё-таки добиваться того, чтобы в России сохранилось то, что вот пытались сделать с самого начала в 90-е годы. Чтобы Россия была свободной страной, чтобы она была интегрирована. Ну, куда интегрирована? В христианский мир. Давайте своими словами называть вот эти вещи, что вот европейские страны, страны Северной Америки – это христианский мир. Потому что вся эта доктрина, вот прав человека, вот свобод – это законно роженое дитя христианского мира. Вот и в конце концов, когда вот в конце 90-х и начале 2000-х уже появилась явная тенденция к тому, чтобы от этого мира обособиться, вот обособиться вот группа людей, вот группа таких вот политиков, которые вот действительно занимали высокие должности вот в 90-е годы, проводили реформы, вот пытались как-то вот действительно вот утвердить права человека в России, они ушли в оппозицию. В конце концов, они уже вот стали людьми, ну, можно сказать, гонимыми. При том, что вот про Бориса Ефимовича мы как раз знали, что он человек, человек он был абсолютно неунывающим, что вот никогда вот не было слышно, что Немцов отошел от дел, что он там перестал там как-то вот делать что-то активно. Нет, всегда было про него известно, что вот он действительно какие-то программы разрабатывал и вот пытался как-то вот достучаться вот действительно до общества там, до своих единомышленников, чтобы создавать какие-то организации, которые могли бы вот как-то вот заниматься продвижением прав, продвижением всей этой политики. И, конечно, он не мог смотреть на то, что происходит в стране негативному, как страна, откровенно говоря, разворовывается. И вот те люди, которые в 20 веке, собственно, занимались преследованием всякого инакомысля, в том числе и гонениями на интеллигенцию, гонениями на церковь, они очень спокойно интригировались во все властные структуры, во все коммерческие структуры. И, по сути дела, мы сами видим, что власть узурпирована и находится под диктатом всех этих людей. Он не на минуту вот как бы вот боялся, не боялся, это вопрос открытый, но он понимал, что он делает и понимал, чем это ему грозит. И то, что случилось год назад, на самом деле, это, конечно, это был как удар для всех, кто об этом узнал, но, видимо, он все-таки был готов к этому, потому что вот в каких-то разговорах, каких-то интервью, вот, все это проскальзывало. Тут получается так, что вот наша община, она либо кто-то из нас лично встречался там с Борисом Ефимовичем, ну, либо это было все-таки там как-то близко через одно или через два рока пожатия. Мы о нем много знаем и знаем достаточно много там, много хорошего. Что у него не было ошибок по жизни, мы сказать не можем. Ошибки, конечно же, были, но ошибок не бывает у людей, которые действительно ничего не делают. Получается так, что вот, что человек сеет, то и пожинает. Давайте посмотрим, что сейчас происходит на том мемориале, который существует в Москве на месте его убийства. Те люди, которые там постоянно находятся, это самые настоящие подвижники. Вот, если бы человек действительно не оставил бы никакого следа, вот он был бы известным, богатым, знаменитым, но после его смерти бывает так, что никто не приходит ни на его могилу, ни на месте его гибли. Уж по крайней мере там не возникает народный мемориал, который там с риском для здоровья, там порой, потому что всякие люди туда приходят и с угрозами, и с оружием, и вот все эти муниципальные службы постоянно там устраивают всякую травлю, и полиция приезжает. Но вот никто не станет это делать ради человека, который действительно там не делал добра. Как вот я недавно был там на Немцовом мосту, служили мы там литье вместе вот с теми людьми, которые там были. Вот такой там один замечательный активист по имени Григорий сказал, что приходится делать вещи, которые в принципе по жизни-то делать совсем не хочется. Вот в принципе не хочется. Вот идешь ты по улице, там кого-то бьют, но не хочется заступаться. Но если убьют человека, ну ты же будешь до конца своих дней об этом жалеть. Вот так и эти люди там находятся, но может быть они действительно не очень хотят идти ночью, тем более зимой, в мороз дежурить и ждать, когда придут действительно вот какие-то совершенно бандитствующие такие вот якобы там вот патриоты, вот и начнут там просто вот действительно провоцировать их на что-то там, грубить там женщинам, которые в том числе там дежурят. Но они все равно находятся там. Этот мемориал это действительно вот такая народная память. Она говорит больше, чем вот все эти самые критерии, с которыми сейчас вот пытаются смотреть вот на человека, который ушел. Вот и сегодня получается так, что вот власть даже не удосужилась там повесить никакую табличку, хотя это казалось бы, но естественный ход, это никакой не политический ход, просто естественный ход. Ну даже если они вот захотели бы, чтобы вот этот мемориал стихийный там прекратил существовать, ну что проще, ну повесить там табличку и все. Людям уже не будет нужды туда приходить, там класть цветы постоянно, там фотографии. Уже и так это будет все увековечно. Вот, но вот сегодня, а сегодня получается что? Вот сегодня в ряде городов люди выйдут на улицу. И каждая площадь, на которую они соберутся, это будет площадь Бориса Немцова. Каждый проспект, по которому они пойдут, это будет проспект Бориса Немцова. И если просто люди где-то вот так дома соберутся, чтобы вот почтить его память, вот та улица в квартире, в которой соберутся люди, это будет все равно улица Бориса Немцова. И это все понимают. Это понимают те, кто запрещает, это понимают те, кто вот будут выходить. Ну вот, действительно, вот, на самом деле, вот не только святым надо подражать, да? Давайте вспомним сегодняшнее Евангелие и поймем, действительно, что приходится делать что-то то, чего делать не хочется. Вот, и мы сегодня чтим память человека, который, собственно, наверное, так и поступал. Потому что он мог бы действительно спокойно уйти от дел, заняться бизнесом и жить бы в свое удовольствие. Вот, но он занимался тем, чем не мог не заниматься, и ушел, оставив, в общем-то, большое количество и любящих людей, и почитателей, и последователей. Ну, дай Бог, на самом деле, вот, ну, как-то так прожить жизнь каждому из нас. Аминь. Ну, дай Бог, на самом деле.